Все видят, надеюсь. Отлично. То есть, если какие-то у кого-то проблемы, в смысле не слышат меня или плохо слышат, вы напишите, чтобы понимать, как бы все нормально или нет. Вот. И я тогда буквально сейчас, через какой-то момент начну. Сегодня будет такой достаточно легкий вебинар, мне кажется, с одной стороны, потому что тема сложная, но мы попробуем поговорить об этом очень легко, тем более пятница. Но тем не менее, мне было бы интересно услышать ваше мнение, если вы, там, пользуетесь этим или являетесь каким-то специалистом, было бы здорово, чтобы вы написали какие-то свои комментарии. Ну и, как обычно, значит, вопросы можно задавать по мере их поступления либо в конце, как вам удобно. Поэтому вы можете их писать. Я буду смотреть в чат. Если что-то будет интересное или важное, я обязательно постараюсь ответить. Так, что еще? Да. Жанар пишет, что такое учится. Отлично. Запись будет. Так что, если по каким-то причинам кто-то не смог посмотреть, а вы хотите показать ему этот вебинар, потом можете прислать ссылку. Окей. Так. Значит, еще раз всем привет. Вебинар по времени займет, ну, не более часа, я думаю, чтобы просто не задерживать. Если кто-то не из Москвы, мне интересно, что вы просто понимаете, разница во времени есть какая-то или нет. Пока вы это пишете, я еще раз расскажу о теме вебинара, это визуализация использования геолокационных данных именно в гражданских приложениях. И сегодня мы просто посмотрим некоторые примеры и какие-то важные аспекты, и вообще там, что это такое, для чего это нужно. И, в общем, я думаю, что вам будет интересно. Меня зовут Алексей Ницца, я являюсь вебинар-редактором Теплицы, и в то же время я делаю еще видеоуроки, такие небольшие видео, которые позволяют вам понять, как сделать вашу работу более эффективной. То есть у нас есть на YouTube наш канал и плейлист, вы можете туда зайти и посмотреть. В презентации ссылки, то есть ссылки, они на картинках, все картинки крикабельные, вы можете потом скачать ее и перейти. Если вы никогда не видели наших видеоуроков, зайдите, посмотрите. Опять же, это очень важные такие простые небольшие видео. Это не то, что длинный вебинар какой-то, да, это там порядка 5-7 максимум минут, и что-то быстро можно понять полезное. Также мы, естественно, записываем наши вебинары, и в том числе у нас есть также плейлист на YouTube. То есть если вы пропустили какой-то из наших вебинаров, можете опять же туда зайти, либо на нашем сайте поискать вкладку, вот, и тогда, я думаю, что вы не пропустите ничего интересного. С этим понятно, дальше двигаемся. Самое главное, что я хочу сказать, вот о чем, что теплица социальных технологий в этом месяце освещает очень много материалов, связанных именно с картированием, с картами и так далее. И буквально в последние дни этого месяца мы проводим 29 августа мероприятие, которое называется «Вечер оживших карт». И она пройдет в Москве, поэтому если вы находитесь в Москве, и у вас будет возможность прийти, обязательно рекомендую это сделать. Почему? Потому что, в принципе, там будет много чего интересного, как раз связанного именно с картами, с OpenStreetMap и так далее. То есть там будут представители сообщества OpenStreetMap в России, и более подробно будут рассказывать на своих мастер-классах, что это такое, как это работает, какие примеры реализации и так далее. Ссылка на регистрацию и программу вы можете найти здесь, перейти, зарегистрироваться, участие бесплатное. Начало в 12.30. Так что это суббота, да, но это займет порядка там полдня, то есть это с 12 примерно до 8. Но, естественно, что никто не заставляет вас там быть все время, вы можете прийти, посмотреть что-то вам интересное, потом уйти. Мне кажется, что это очень важно, потому что, действительно, вы для себя можете открыть что-то новое как для себя лично, так и для своих проектов, например, или организации, в которой вы работаете. В прошлом году, значит, мы проводили мероприятие там же, где и будем проводить в этом году. Это библиотека, настоящая библиотека, и это интересно тем, что такой антураж составляет, и действительно интересно проводить такие мероприятия в таких необычных местах. Поэтому, если вы хотите просто побывать в какой-то интересной библиотеке, это еще один шанс это сделать именно вот в этом мероприятии. Так, я просто параллельно тут закрываю программу, которая мне мешает. Да. В общем, в прошлом году было действительно здорово, и в каждом городе, в принципе, это проводится раз в год, поэтому это отличный шанс посмотреть и познакомиться с теми людьми, кто непосредственно делает и работает с OpenStreetMap. Это, кстати, очень здорово. Итак, о чем же я сегодня расскажу? Это несколько пунктов, которые вы видели в анонсе. Еще раз я кратко пробегу по ним. Это, опять же, главное, что такое вообще OpenStreetMap и что такое вообще гражданское картирование, для чего это нужно, вообще какие еще существуют инструменты для визуализации данных на карте, что такое контекстное информирование, как это применяется в гражданских приложениях, и вообще рассмотрим стандартные какие-то примеры тех гражданских приложений, которые используют геолокационные данные пользователя или визуализируют информацию на карте. Если вы, знаете ли, пользуетесь каким-то приложением, которого не будет в списке, вы обязательно напишите мне или прямо в чат, и вы бы здорово посмотрите, кто чем пользуется. Потому что, может быть, действительно есть какие-то интересные, не очень известные приложения, либо приложения, которые работают, например, только у вас в городе. Они достаточно локальные, да, но они могут быть очень интересными. Итак, двигаемся дальше. Начинаем. Значит, что такое гражданское картирование? На самом деле, мне кажется, понятие говорит само за себя. Да, вообще картирование – это создание карт, да, то есть это нанесение информации на карту. Существует два типа, условно говоря, если говорить очень просто, да, если разбивать возможности картирования, то есть, условно говоря, это есть организации, которые этим занимаются, и корпорации, как, например, Яндекс и Гугл, да. А есть другие возможности, когда карта делается с помощью людей. Ну, на самом деле, ничем, Кирилл. То есть, гражданское как раз и имеется в виду народное. Да, у Яндекса есть народные карты, но, как бы, у них сам движок закрыт, да, то есть, они, в принципе, просто позволяют это делать и добавлять информацию. Ну, тут немножко спорный вопрос, конечно, тем не менее. Вот, гражданское открытое картирование – это когда любой пользователь может взять и нанести любую информацию на карту и дополнить карту. Естественно, что она должна быть правдоподобна, она должна быть проверена, но любой, опять же, может это сделать. И вот здесь, я не помню, кликабельно или нет, но, условно говоря, это такой слайд из видеоурока, где я просто вот взял и нарисовал дорогу, потому что она действительно там была, не нанесена, но она существует, вот. И сейчас мы просто посмотрим, в чем, собственно, разница. И, конечно, OpenStreetMap, поговорим об этом. То есть, это, по сути, наверное, простым языком, если говорить, это платформа, которая позволяет, собственно, создавать карты. Нет ничего лучше, чем сказать словами Ильи Звереву, который у себя в блоге просто очень кратко в двух абзацах рассказал вообще, что такое OpenStreetMap, да. То есть, это действительно карта, которая без проблем и бесплатно может использовать каждый, да. То есть, если, например, вы организации хотите использовать, например, карту Яндекса или Гугла в своих проектах, возможно, в некоторых случаях необходимо заплатить. Опять же, это касается базы данных. Вот. А OpenStreetMap – это открытая вещь. И, опять же, база геоданных, которая доступна как с точки зрения использования, так и с точки зрения пополнения. То есть, из 2004 года вот участники проекта, это, условно говоря, там, можно назвать их волонтерами. То есть, те люди, которые делают это на добровольных началах, это совершенно свободно они это делают. Наверное, не является это их работой для многих. И они действительно начинают картировать. И все это начало в 2004 году. Уже буквально 11 лет прошло. И за это время, скажем так, вначале было ничего, да. То есть, представьте себе, что земной шар, он не имел карт. И вот с 2004 года в настоящее время, за 11 лет, OpenStreetMap стал настолько проработанной детальной картой мира, что превзошел практически вот известные карты касательно, там, Яндекса или Гугла. Естественно, что на основе OpenStreetMap делаются и другие проекты, и используются карты, и их можно действительно скачать в свой навигатор и так далее. Они очень удобные, то есть много преимуществ. В общем, и главное, вот то, что я уже сказал, это открытость, это возможность использования и возможность изменения и пополнения и создания. Простой пример просто привел, да. Вот сверху мы видим карту Яндекс, а снизу мы видим карту OpenStreetMap. Я просто взял, отъехал немножко от Москвы, условно говоря, на карте, да, нашел какой-то там небольшой микрорайон, скорее даже какой-то поселок. Как мы видим, что на Яндексе прорисованы только дороги, а на OpenStreetMap прорисовано практически все. То есть, как вы видите, есть даже дома. То есть детальность прорисовки в разы просто превышает. И это делается именно теми людьми, кому это интересно с одной точки зрения. Например, какой-то человек живет в этом поселке, да, и он решил, что нужно просто взять это и прорисовать более подробно. А есть же аэрокосмические снимки, с помощью которых мы можем детально видеть, что изображено, но совершенно нет данных на карте. И, условно говоря, с одной стороны пополнение карты OpenStreetMap, это что такое-то вы берете и обрисовываете космоснимки. Это, в принципе, такой интересный процесс. Но, тем не менее, он позволяет делать такие подробные карты. И вот за 11 лет действительно было сделано очень много. Здесь такой принтскрин видеоролика, который, собственно, и показывает, что было сделано за 10 лет буквально. Ну, это 2013-2014 год. Сейчас немножко, конечно, уже обновилось, но я там видео не нашел этого года. В общем, можно посмотреть, как развивалась вот система OpenStreetMap, как детализировалась карта вот эта вот, да, и действительно просто объемы потрясающие какие-то. Действительно просто практически весь мир уже прорисован очень сильно. Не знаю, если кто-то из вас знает данные, мне какой-то, кстати, я не нашел. Просто сейчас мне пришла в голову эта идея. Интересно посмотреть, а сколько вовлеченных людей вообще в OpenStreetMap существует, то есть сколько волонтеров или сколько людей вносят правки. Я не знаю, есть ли такая какая-то статистика, если вы владеете, было бы здорово узнать. Но мне кажется, количество людей очень большое. Естественно, что не все они делают это постоянно. Кто-то делает это, там, например, какое-то время, потом прекращает и так далее. Ну, словом говоря, это какого-то вида хобби. Основной портал OpenStreetMap – это, естественно, OpenStreetMap.org. Туда вы можете зайти. Как вы видите, это русскоязычная версия в том числе. Вы можете посмотреть, что это такое. По сути, это просто, с одной стороны, да, это карты, как обычно, Яндекс, Гугл. Вы здесь можете найти, там, те места, которые вы ищете по адресу либо по каким-то другим данным. Также вы можете здесь сделать много чего-то другого. Плюс еще тут существует панель с правой стороны, где можно посмотреть разные подложки. То есть, условно говоря, это тот вид карт, который мы видим, который мы привыкли видеть, да. То есть, например, как вид подложки, например, это космоснимки, да, то есть аэрофотоснимка, съемка, например, и так далее. То есть вот здесь есть очень много подложек. Можно, опять же, посмотреть. То есть, например, много сервисов сейчас создается именно на основе OpenStreetMap в том числе. Помимо открытости, плюсом является возможность кастомизации вот этих вот подложек, которые будут совсем не похожи на то, что вы видите обычно, там, например, Яндекс или Гугл, потому что действительно этому, может быть, в чем-то даже уже надоело. И, опять же, прорисованность, конечно, выше намного. Помимо этого сервиса, естественно, вы можете залогиниться и делать другие вещи. Самая главная вещь, которую вы можете делать, это, естественно, редактировать карту. Так, вот Артем пишет, что в первой половине мая 2011 года количество учебных достигло 400 тысяч. Да, спасибо, Артем. Классная статистика. То есть я думаю, что сейчас уже, мне кажется, к 500 уже, наверное, потому что за 4 года, наверное, точно уже увеличилось. Да, и что вы можете делать в этом сервисе, условно говоря, есть так называемые редакторы карты, да, которые вы можете либо скачать на свой компьютер, либо вы можете делать это онлайн. То есть зарегистрировавшись здесь, прямо войдя под своим аккаунтом, вы можете уже здесь прямо вносить правки. Существуют достаточно разные редакторы карт, какие-то удобные, какие-то менее удобные. Это все зависит от вас, как от пользователя. Но это действительно интересно. И вот следующий слайд. Нет, не следующий. В общем, там будет слайд, наверное, где я покажу видеоурок, который я делал по тому, как вот редактировать как раз карту. Есть также сайт OpenStreetMap.ru. Это сайт русского сообщества, российского или русскоговорящего сообщества OpenStreetMap, которое, в принципе, также более подробно рассказывает о возможностях, и вы можете здесь посмотреть именно с точки зрения того, что вообще можно найти на этой карте. То есть тут, допустим, опять же, это OpenStreetMap.ru можно использовать так же, как там Maps, Яндекс.ру или Maps, Google.com и так далее. Но более-менее все достаточно точно. То есть если говорить про большие города, то тут, в принципе, вопросов не возникает. Что касается более мелких населенных пунктов, вот здесь OpenStreetMap работает очень хорошо, и намного больше данных есть. И не только просто по пририсовке информации, а потому, например, какие есть заведения, там, какие-то государственные заведения, например, здравоохранительные, либо просто там общепита, либо кафе и так далее. Так, Кирилл спрашивает. При подключении сервиса во внешние какие-то приложения доступны только общая карта? А доступны ли подложки AirCosmos? Есть примеры. Ну, опять же, тут существует много подложек, как тут можно выбирать. Я, насколько знаю, что есть несколько видов AirFast съемок, подложек, да, в том числе, которые открытые. Их можно выбирать, да. То ли Flickr одна, вторая, Bing, Microsoft-овские. То есть вот достаточно много их, даже есть выбор. Так, а еще спрашивает CitySense, показывающие состояние атмосферы в городах. Да. Ну, кстати, вот с точки зрения сервисов, мы как раз об этом поговорим позже, и за Smart City. Они тоже, в принципе, по-моему, я о нем буду говорить, кстати. В общем, если вы еще не пользовались, вот с точки зрения пользователей, да, OpenStreetMap обязательно посмотрите, и просто возьмите и сравните, например, действительно, как это работает. В принципе, есть какие-то нюансы, которые, например, будут работать для вас лучше, поэтому вы можете для себя открыть что-то новое. Двигаемся дальше. И, да, вот этот слайд я имел в виду как раз в видеоурок, который показывает, как редактировать карту OpenStreetMap, как добавлять туда, например, какие-то объекты. Это было показано с помощью редактора, который скачивается на компьютер. Сразу скажу, что он... Ну, для меня, как для обычного человека, который просто, вот, условно говоря, там, владеть компьютером на среднем уровне, да, мне было, честно говоря, сложно. Безусловно, существует множество каких-то там, опять же, видеоуроков, как это делается, но это, опять же, все от удобства зависит. То есть, в принципе, разобраться можно, и я действительно разобрался там буквально за несколько часов. Также есть вот онлайн-редактор, как я уже говорил, и вы можете это делать непосредственно в браузере, и, возможно, именно это вам поможет, и, там, скажет... То есть, ну, будет для вас более простым, то есть, чтобы не скачивать ничего. Денис спрашивает про разницу. Конечно, разница существует. Разница существует не только в том, как это все делается, но и вообще, но в технической... Скажем так, в технической стороне вопроса. То есть, во всем есть плюсы и минусы, но вот, не знаю, с точки зрения просто пользователя, который вот хочет делать это, но не владеет очень сильной информацией, тут просто вот вопрос удобства, да, то есть, нужно ли что-то скачивать и так далее. То есть, я помню, что та программа, она была под Windows, она такая была, слишком много настроек, совершенно непонятно было, что делать. Если более глубинно отвечать на вопрос, там, чем отличается, вот, мне кажется, классный просто вот повод это прийти на вечер оживших карт и задать этот вопрос. А лучше попробовать на своем ноутбуке, сделать и там, и там, посмотреть, что лучше. Вот такой ответ, скажем так. Сергей спрашивает, есть ли ГИСы, из которых можно вытянуть высоту зданий? Да, да, вот, кстати, по поводу вот вопроса Сергея, хочу обобщить это следующим, чтобы было понятно вообще, что имеется в виду. То есть, помимо карты, в том числе, да, собственно, это большая база данных, то есть, это базы информации, где есть координаты, например, каких-то местоположений, либо зданий, либо еще чего-то, и действительно существуют такие подборки данных для OpenStreetMap, которые позволяют создавать, и такие есть сервисы, я видел в прошлом, на прошлом мероприятии вечер оживших карт, показывали просто реально трехмерную Москву. То есть, помимо всего прочего, то есть, там действительно трехмерная, можно прям походить по ней, да, то есть, то, как вот сейчас есть вид с птичьего полета, условно говоря, да, такой не снимки, не аэрофотоснимки, а именно вот такие вот модельные, да, то есть, по сути, на OpenStreetMap такая же штука есть. И вот эта база данных, она открытая, то есть, вы можете скачать и использовать на своем проекте. То есть, такое действительно существует, да. Помимо всего прочего, даже я помню, что там был вплоть даже до погоды. То есть, если, условно говоря, идет дождь, то вы открываете карту, и там тоже идет дождь. Это очень забавно. То есть, это очень детализовано все, и это все сделано, условно говоря, руками волонтеров, которые там постепенно как-то прорисовывали эти здания и так далее. То есть, вся информация, по сути, вот если говорить на простом языке, когда вы обрисовываете какие-то здания, в любом случае вы вносите информацию о том, какое оно многоэтажное там или одноэтажное, сколько высота примерно и так далее, если это позволяет внести. То есть, вся такая информация, она записывается, и она дает больше понимания об объектах на карте, чем просто вот, например, там, Яндекс или еще что-то. Так, да, и возвращаемся вот к блогу, что SM, надеюсь, что я правильно произношу это название, в общем, это блог Ильи Зверева. По сути, это, наверное, один из самых ярких представителей OpenStreetMap в России, и вот, собственно, он будет вести мероприятие, рассказывать вот основные какие-то вещи, поэтому, если вы с ним не знакомы или хотите познакомиться, или не знаете, кто это, обязательно приходите, посмотрите. Так вот, это блог, в котором он, в принципе, достаточно часто пишет о всяких каких-то новинках, изменениях, каких-то новостях, связанных с OpenStreetMap, и действительно очень много материалов. Пишет он достаточно очень интересно и понятно, и вот действительно здорово просто почитать, даже вот просто понять, что вообще такое это, и как люди используют OpenStreetMap в своих проектах. Помимо всего прочего, я еще... как бы ведет, как я понимаю, подкасты, да, то есть это вот ОСМ и радио он называется, но в том числе, как я понимаю, это вид подкастов, то есть вы можете здесь зайти и подписаться на подкасты на свое мобильное устройство, либо зайти по ссылке на сайт и слушать, и он всегда приглашает очень интересных людей, как вы видите, не только из России, и общается с ними по поводу того, как они используют, что делают и так далее, то есть вот, ну, действительно классные вещи делает человек, и я думаю, что вам просто будет интересно послушать. Буквально об этом я, честно, узнал совсем недавно, хотя, как вы видите, вот если я вернусь сейчас, то ссылка и здесь есть, вот ОСМ и радио, хотя я этот блог даже иногда читал раньше. Двигаемся дальше, и теперь мы поговорим об инструментах. Да, значит, так, сейчас. Пример 3D-модели города на базе ОСМ. Да, вот, кстати, вы можете посмотреть, в том числе и компания Rilas это делает. Да, мы, кстати, все равно проводили вебинар в прошлом. Спасибо за ссылку, да. То есть я даже сейчас открою, посмотрю, что это такое. Да, 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 вот это с точки зрения построения на карте DB, наверное. Так, а сейчас мы поговорим о тех инструментах, с помощью которых, собственно, можно делать, помимо OpenStreetMap, что еще существует. То есть, в принципе, наша тема же поговорить о том, как вообще вот эти вот геолокационные данные используют гражданские приложения, и что может быть еще. То есть вот OpenStreetMap это такой отдельный большой блок, условно говоря, это такая платформа, на основе которой можно в том числе делать еще и другие проекты. И существуют, опять же, как ни странно, другие платформы, которые основываются на OpenStreetMap, как, например, карта DB. То есть подложка и карты, они делают вот именно с точки зрения использования карт OpenStreetMap. И это потрясающий сервис, который мне очень нравится, и действительно он позволяет визуализировать данные, информацию очень качественно и хорошо. То есть это работает тогда, когда у вас есть набор данных, неважно на чем, но есть геолокационная информация, и вы можете спокойно ее разместить на карте и посмотреть, как это будет. И на самом деле вот, ну, правда, стоит посмотреть вообще вебинар, который мы проводили, это самый такой простой вебинар. И дальше вы можете посмотреть, есть серия видеоуроков о том, как карту DB использовать. Опять же, на простом языке, какие-то простые примеры. Понятно, что если вы там более продвинутый специалист, вы можете посмотреть что-то более подробно сами. Но здесь вариантов очень много, то есть использование открытых данных в том числе, да, это очень большой плюс. Поэтому я считаю, что это можно попробовать, и может попробовать каждый человек, в принципе, это делать. И вот, например, карта DB, я, как один из примеров, да, динамическая карта, то есть это позволяет делать не только такие вот стационарные карты, условно говоря, да, этот сервис позволяет делать такие карты, с помощью которых пользователь может коммуницировать с картами, в том числе, например, нажимать на какие-то точки, смотреть и так далее, да, то есть вот чем отличаются обычные карты, например, там OpenStreetMap классические или Яндекс или Гугл, когда мы нажимаем на какую-то точку, у нас ничего не происходит. Максимум, что происходит, это мы видим информацию об этой точке. Здесь же можно сделать этот динамический формат и посмотреть более подробную информацию, то есть это все зависит от того, какая база данных у вас есть и какая информация вот о конкретной точке или каком-то объекте есть. И вот, например, этот пример ведет на... с помощью ссылки ведет на карту, которая делает следующее. Я просто взял, посмотрел базу данных домов, жилых домов в Ульяновске и время постройки, да, с 1860-х годов до настоящего времени. Эта карта в динамическом формате показывает, вот, как строились дома в Ульяновске. На самом деле это вот очень интересно посмотреть, как рос город. Конечно же, с точки зрения данных, нужно обязательно проверять, как это было сделано, правильно ли данные или нет, но вот, в принципе, это дает общую закономерность того, что можно сделать. Это все действительно открыто, это бесплатно. Вы можете взять все данные из открытых источников и сделать такие интересные проекты, которые могут привести, например, тех же жителей к каким-то закономерностям. То есть вот одна из причин, по которой вообще стоит этим заниматься, это как раз дать возможность вашим пользователям сделать какие-то выводы, помочь им и сделать какие-то выводы. То есть здесь вариантов очень много, возможностей, опять же, тоже много. Двигаемся дальше. И следующая платформа Ушахиди, она известна многим. Собственно, у многих, наверное, прямая связь между краудмэп и Ушахиди, на самом деле это так, но Ушахиди это более такая большая платформа, более значимая что-то краудмэп, это такая только, скажем так, это проект, основанный на технологиях Ушахиди. И вот сейчас вы можете, опять же, потом зайти и посмотреть, что это такое. В принципе, это открытая платформа, которая позволяет вам использовать геолокационные данные и создавать на основе этого разные проекты. И как вы видите, здесь могут быть решения для разных типов задач. Это как и вовлечение гражданства, да, гражданских активностей. Это права человека, это маркетинг, это все что угодно. То есть вы можете посмотреть примеры и с точки зрения вот использования можете применить это для своего проекта. И как я уже сказал, что главным таким простым и известным сервисом от Ушахиди является краудмэп. Все еще я как бы говорю вам о том, чтобы нужно пользоваться классической версией, потому что новая версия, она, конечно, простая, очень такая интересная и красивая, возможно, но краудмэп классика, это все-таки классика есть классика, да, и возможности больше. Значит, а что это такое вообще, для чего это нужно? То есть это сервис, который позволяет создавать карты, которые пополняются самими людьми, то есть народом, то есть толпой крауд. Ну, отсюда и название краудмэп. Условно говоря, вы можете сделать карту, например, если происходят какие-то чрезвычайные ситуации, то человек сам может добавлять информацию на карту, естественно, это может быть модерируемо, то есть чтобы проверить, так ли это или нет. В общем, в любом случае, весь контент, который существует, он может быть создан с помощью людей, с помощью пользователей. И вот это несколько другая, как бы, сторона таких сервисов для, условно говоря, визуализации данных на карте. То есть, с одной стороны, как предыдущий, вот, карта DB, да, это сервис, который использует уже существующую базу, когда есть все данные, да. А второй сервис вот такого типа, да, это когда существует просто подложка карты, когда каждый пользователь может нанести на эту карту свою информацию определенного типа. И вот таких карт существует действительно очень много. И, кстати, как я понимаю, краудмэп, он также возник для... могу ошибиться, но, в общем, он возник для решения задач с точки зрения выборов в какой-то стране, в африканской, насколько я помню. То есть, если вы еще не пробовали, пробуйте, делайте. Это очень интересно, это бесплатно. Так, двигаемся дальше. Ну, и самый простой, наверное, способ вообще попробовать что-то с картами. Если у вас есть аккаунт в Google, если вы пользуетесь Google почтой, да, Gmail, то нет ничего проще, просто зайти вот и по ссылке, собственно, это как в Google Drive, да, у вас какие-то там документы, таблицы и так далее. А если теперь ваши карты, то есть, это возможность сделать свои карты очень просто. То есть, вы просто берете, вводите какое-то название, либо ставите прям маркер на карте, подписываете всю информацию и так далее. Можно разбивать по слоям, можно делать все, что угодно. Возможностей просто, на самом деле, очень много, но они простые. Но это делается все самостоятельно, и таким образом вы можете сделать карту любую вообще. То есть, вы можете... Ну, конечно, опять же, это подходит для того, когда у вас есть уже информация или база данных с информацией, которую вы хотите разместить на карте. То есть, например, если у вас есть какой-то набор данных, то самый простой способ взять это и разместить здесь. В том числе, помимо просто маркеров, то есть точек, можно здесь делать различные полилинии, то есть, например, там какую-то территорию закрасить, посмотреть ее данные о том, какая площадь и так далее. Например, выстроить маршрут определенным образом. То есть, ну, в принципе, да, вот стоит просто посмотреть. Также у нас был вебинар на эту тему, кстати. Вы можете его найти, посмотреть. Я думаю, что будет интересно. Переходим теперь к что такое context awareness, да, и контекст информирования. Что же это такое вообще и почему это вообще было здесь? То есть, я просто хотел выделить это отдельным блоком. Для чего? Для того, чтобы дать вам понять, что сейчас технологии достигли определенного уровня, никогда не позволяют решать очень интересные задачи интересным способом. Например, во-первых, да, что это такое? Это зависимость контента, сервисов и приложений от геолокационных данных пользователей. Если говорить вообще очень просто. То есть, в основном говоря, если у вас есть приложение либо сайт, то он предоставляет вам ту информацию в зависимости от того, где вы находитесь. То есть, там, не знаю, допустим, это страна, город, улица и так далее. То есть, например, вот и да, и пример мы сейчас, конечно, посмотрим. И один из примеров, это, например, Action Path, да, и условно говоря, например, как здесь приведен конкретный пример, да, это вот как привлечь внимание жителя города к решению каких-то проблем, проходить какие-то опросы и так далее. Делается очень просто. То есть, есть такой сервис, где человек регистрируется либо скачивает приложение, и в зависимости от того, где он находится, в какой зоне города и так далее, у него будет всплывающее сообщение о том, чтобы, например, вам предлагается пройти какой-то опрос об информации, которую вы видите рядом, например, да, и таким образом вы будете локально собирать информацию от людей, которые находятся в данной зоне. Например, допустим, вам нужно собрать информацию о том, стоит ли, например, строить там тут здание определенное или нет. И таким образом те люди, которые находятся в этой, например, в этой зоне, неважно, живут они там или просто они там сейчас проходят, они все будут получать это уведомление, естественно, только те пользователи, которые зарегистрировались в приложении. Таким образом достигается очень такая хорошая локальность, и очень, ну, вовлеченность пользователей будет очень сильная, потому что всегда хочется, как бы, ну, принести пользу здесь и сейчас, да, то есть когда вот я нахожусь здесь. И это очень важно. Конечно, сейчас вы можете сказать, кто-нибудь из вас, что есть технологии, которые позволяют делать то же самое без приложений, условно говоря. Айбеконы – это такие маленькие устройства, которые ставятся, например, в том числе в торговых центрах, и если у вас Bluetooth включен на телефоне, да, то у вас в любом случае возникнет поп-ап сообщение или просто какая-то кнопочка на телефоне без вашего ведома, условно говоря, но вы можете на нее нажать и посмотреть информацию, которая вам предлагается. В принципе, это действительно очень хорошо работает в маркетинге, в торговле, в аэропортах и так далее, но один из примеров, который я видел, и он меня очень сильно вдохновил, это был пример Байрама Анакова. Этот человек очень много делает с точки зрения стартапов и так далее, и вот один из хакатонов, где он участвовал, в результате дал следующий такой прототип приложения, когда с помощью таких устройств, по сути, вы можете настраивать и создавать точки, где люди могут жертвовать деньги. Условно говоря, вы сидите в кафе, представьте, да, например, подъезжают машины, она, например, раздает там еду бесплатно нуждающимся, да, и в том числе она с помощью вот таких устройств дает всем окружающим людям вот эти вот такие подсказки, которые, условно говоря, предлагают пожертвовать какую-то сумму денег на вот, например, на эту организацию. Все мы знаем, например, в Питере существует организация «Ночлежка», да, занимающаяся тем же самым, и поверьте мне, что вот использование такой технологии очень сильно помогло бы эта организация, потому что часто, опять же, мы хотим помочь здесь и сейчас, потому что у нас мотивация кончается, например, да, я там, допустим, и рад был помочь, вот, но я не знаю как, или, например, мне нужно прийти домой, найти их сайт, что-то там сделать и так далее. А когда вот я прямо здесь сейчас и я могу это сделать, это очень сильно и классно работает. Поэтому вот запомните просто этот яркий пример, и если вы, например, в своих сервисах или приложениях будете использовать такую технологию, то, поверьте мне, вовлеченность будет намного больше, потому что здесь и сейчас работает очень сильно. Так, я что-то пропустил пару вопросов сейчас. Проводится ли какие-то баттлы, у кого карта красивее среди пользователей, использующих различных гражданских платформ. Кстати, классная идея. Я на таких баттлах не знаю, но я думаю, что, в принципе, наверное, они существуют, конечно. Это, кстати, классная идея, да. Но, опять же, наверное, надо просто еще посмотреть, какие критерии оценивать, да, там, может быть, не только там красиво, а там, не знаю, полезно или еще что-то. Можно написать имя автора. Это Марина о чем спрашивает? Если Марина напишет более подробно, я отвечу. Так, хорошо, а мы пока двигаемся дальше. Этого проекта это какого? А, вот, который с iBeacon'ами, ну, это прототип просто. Это не, по-моему, еще не существует. Просто я могу сейчас поискать, конечно, но просто я не хочу отвлекаться, да. Ладно, двигаемся дальше все-таки, потому что, да, не хочется отвлекаться. И теперь мы поговорим о некоторых приложениях и плавно будем переходить уже к примерам. Например, как вот эта вот контекстная штука работает. Например, есть такой проект, называется «Улица прогулок». И, например, в Москве это следующим образом действует. То есть, существует несколько разделов. Это тротуары, доступная среда, шум на улице и популярные места. Вы можете, опять же, зайти посмотреть, то «VoxStreets.org». И нажимая на каждый из разделов, вы будете видеть некую информацию на карте. В том числе, если вы будете, если вы зайдете с телефона на этот ресурс, то, по сути, вы должны увидеть свое местоположение. Так вот, этот ресурс показывает различные данные. И в том числе, например, если перейти в раздел «Шум на улице», то вы увидите, что центр города окрашен в разные краски основные какие-то улицы. Как мы видим, например, справа, точнее, слева и снизу, это вот шкала, да, которая показывает о том, что слишком громко и, например, тихо. И вот если мы выделим какую-то, например, на «Вокузнецкую улицу», то там уровень шума следующий. Желтый – это достаточно большой шум. И дается пояснение о том, что не так тихо, как хотелось бы, да, и требуется немного повысить голос, чтобы общаться на улице. То есть такой, собственно, с одной стороны, кажется, да, простой сервис. Он позволяет человеку, который находится в городе, да, давать нужную информацию о том, например, по какой улице пройти. Допустим, вы хотите показать иностранцу улицу и хотите ему много рассказывать. Вы можете выстроить маршрут таким образом, чтобы избежать, например, сильно загруженных шумом дорог, когда вам придется просто кричать. Либо вы можете посмотреть доступную среду, вкладку, да, и там вы увидите, например, те вещи, которые препятствуют людям, например, с ограниченными возможностями, которые двигаются или передвигаются на колясках. И вот это очень локально, это работает очень хорошо, ярко. И вот, в принципе, опять же, вы можете попробовать это, ну, самостоятельно, посмотреть, как это работает. Следующий пример – это проект Smooth. По сути, он занимается тем же самым с точки зрения доступности среды. Это один из победителей наших хакатонов, который проводит теплица. Хакатон проводился в Питере. И ребята сделали следующее. Это простой сервис, который позволяет вам найти маршрут от точки А до точки Б выстроить его таким образом, чтобы на его пути было… Это не самый короткий путь, да, а на его пути просто было меньшее количество преград для людей с ограниченными возможностями. И вот это очень важно. То есть, например, когда человек двигается действительно на коляске, то ему, в принципе, с одной стороны, время, конечно, важно, но, с другой стороны, ему важнее, чтобы перед ним не было преград. И, как вы понимаете, так как Питер – это город, где очень много мостов и так далее, вы должны просто видеть и понимать, что это очень сложно иногда просто самостоятельно заехать куда-то и так далее. То есть, этот сервис в Питере особенно полезен. Сергей пишет, городская информатика, лекции про создание карт социальной активности. Да, классно, спасибо за видео. Обязательно все посмотрим потом. Так, а как измеряется шум на улицах? Один раз, а потом данные вносятся? Честно говоря, мне кажется, этот вопрос стоит задать, конечно, авторам, но мое мнение просто со стороны. Мне кажется, что они просто, да, проводили исследования определенные, просто на его, там, на основе его сделали данные, естественно, они обновляются. Потому что, например, Новокузнецкая улица в том числе и вот сейчас, по крайней мере, там, допустим, Покровка, да, и так далее, это все улицы, которые сейчас переделались, они стали шире, машин стало меньше, и, может быть, это каким-то образом также влияет на шум, потому что, ну, как вы понимаете, да, да, средний уровень, мне кажется, измерили. И как вы понимаете, что, например, ширина тротуара, да, в принципе, естественно, она влияет на шум, потому что чем шире улицы, тем, собственно, меньше вы слышите. Вот, и да, естественно, вот вы, кстати, задали хороший вопрос, то есть, по сути, актуальность таких сервисов очень важна, да, то есть это нельзя сделать один раз, оставить, и что информация будет актуальна постоянно. Безусловно, нет. Поэтому вы должны понимать, что если вы хотите сделать подобный сервис, вы должны задуматься о том, каким образом вы будете обновлять информацию. Будь то, там, зашумленность, будь то, например, доступность или еще что-то. То есть обязательно важно предполагать сразу, каким образом это будет обновляться и как часто. Потому что актуальность часто важнее даже вот самого функционала, потому что иногда, например, ну, представьте себе, вот если Smooth, например, да, он строит карту в зависимости от преград, и если вдруг там перекопали что-то, или, например, изменили дорогу, то, естественно, что это станет еще хуже. Вот. Но, опять же, так как это работает с точки зрения геоположения, то вы можете в одно и то же время, например, да, посмотреть другие пути обхода, если вы находитесь вот в конкретной точке. И теперь рассмотрим просто примеры гражданских приложений, которые существуют. Ну, наверное, многие из них вы знаете. И, опять же, мы сейчас посмотрим несколько видов из них. Первый, конечно, который вид существует гражданских приложений, яркий пример которого – это, естественно, сердитый гражданин. Почему естественно? Потому что это одно из самых старых, наверное, и действенных таких приложений, и оно было сделано не государством, условно говоря. Ну, условно. Давайте мы не будем сейчас обсуждать этот вопрос, но оно было сделано достаточно давно. Существует веб-версия, да, естественно, и существуют приложения. В чем разница? В принципе, не в чан. Единственное плюс приложения в том, что вы можете написать о проблеме города, сразу непосредственно находясь в том месте, где вы это увидели. Все это начиналось с того момента, когда, например, вы хотели… вы видели, например, что у вас сломана там дорога, либо не отремонтирована, либо еще какие-то проблемы с задорожным покрытием. Вы просто берете, фотографируете, заполняете информацию, выбираете, к чему эта проблема относится, пишете адрес, если неправильно указывается, например, геоположение, и вперед отправляете. И таким образом вы не тратите время на то, чтобы сделать это потом. Вы даете сервису более какую-то конкретную информацию с точки зрения геоположения, потому что, ну, как бы вы можете ошибиться. Например, данные GPS, они все-таки, ну, в том числе, там, точны до 20 метров, там, до 50. Поэтому таких приложений, конечно, сейчас достаточно много. То есть это не просто, там, одно приложение, это просто большой тип приложений, который собирает данные от пользователей. Просто это очень яркий пример, который показывает, как это делается с точки зрения, там, городских проблем, но таких приложений очень много. Мы сейчас рассматриваем гражданские приложения. Это те приложения, которые решают общественно важные задачи или социальные задачи. Естественно, вы можете сказать, что существует ряд и других, больших, там, не знаю, большое количество других приложений, которые вы используете в повседневной жизни. Ну, например, заказ такси, да. Что может быть проще заказать такси, когда у вас есть приложение? Вам не надо никуда звонить, вы просто видите в приложении, где вы находитесь. Например, если вы хотите вызвать такси к тому месту, где вы есть, да, и просто, там, не знаю, написать место, куда вы хотите поехать, и, например, ближайший либо свободный, там, таксист, он вас заберет. И это работает очень здорово сейчас в Москве. Я, конечно, не буду просто называть сервисы, если так всем понятно, какие. Но это с точки зрения вот просто самого простого примера, как это работает, какие его положения здесь работают, просто вот очень-очень является таким важным критерием. База данных приложения «Середит и гражданин» тоже открыта. А вот вопрос, что вы будете считать базы данных в данном случае, потому что если база данных проблем, то да. Я думаю, что она открыта, потому что вы можете отслеживать, и, в принципе, вопрос только в каком формате. Все-таки, ну, наверное, мне кажется, вот открытость данных надо вот, как я подразумеваю, да, по-правильному считается, что если данные открыты, это тогда, когда они выложены в машиночитаемом формате, то есть, условно говоря, это там CSV-файл, либо JSON-файл, да, где собрано все, и вы можете просто разом взять все и скачать. Но если это просто вот набор каких-то там, ну, как обычно на сайте это сделано, то это все-таки, конечно, нельзя считать открытыми данными. Конечно, существует очень много сервисов, которые позволяют вам скрепить данные, условно говоря, да, то есть, например, import.io, я даже напишу import.io, вы можете зайти и посмотреть этот сервис, как раз он предназначен именно для этого, но это не совсем правильно. Вот, так что все равно непонятно. Так, тогда давайте переходим к следующему примеру, и следующий пример – это в том числе, например, FixMyStreet, да, это вот, по сути, то же самое, только в Великобритании. Почему я привел этот пример? Потому что, с одной стороны, он делает, конечно, то же самое, но, как вы видите, в веб-версии он дает вам сразу написать адрес, где вы находитесь, либо с помощью того, что это определяется автоматически, если вы разрешили своему браузеру это сделать. То есть, таким образом, он дает вам информацию, где вы находитесь, и вы сразу можете не выбирать, например, район и так далее. То есть, это может работать, как вы видите, и на сайте. То есть, не только в приложении, но и на сайте. Таким образом, давая возможность пользователю ввести свое местоположение в начале, например, да, либо там, независимо от того, что вы решаете, да, это просто сократит вообще количество ненужной информации, которую он должен вводить. Например, я просто буквально сейчас перед вебинаром посмотрел несколько сервисов, которые позволяют на основе открытых данных записываться к врачу в Москве. Практически везде, что сначала спрашивается, это наличие имя-фамилии и, там, медицинского полиса. Ну, то есть, мне казалось бы, да, на самом деле, что первым вопросом должен быть все-таки местоположение, потому что, если ты хочешь записаться к врачу, было бы глупым считать, что ты будешь записываться к врачу на другом конце Москвы. Конечно, в этом есть своя логика, что они спрашивают медицинский полис, потому что без него ничего не обслуживается. Но, тем не менее, мне кажется, что с точки зрения пользователя, ему важно вот именно местоположение. Вот. То есть, этот пример говорил о том, что важно использовать вот такую возможность геолокации, да, то есть сужения информации, которую вы хотите дать пользователю или взять у него, да, в зависимости от местоположения, даже на сайте, а не в приложении. То есть, вы понимаете, да, если это сайт, это значит, что и зайдя с мобильного устройства на этот сайт, это будет работать так же. Так, двигаемся дальше. И вот теперь переходим к стандартным приложениям, которые используют информацию на карте, а, собственно, что они делают, они ее визуализируют. То есть, это тогда, когда, как карта ДБ, да, сервис, позволяющий визуализировать, тогда, когда у вас уже есть база данных, вы хотите ее визуализировать, показать на карте. Один из последних примеров гражданских приложений – это карта ненависти, то есть, это карта нападения на основе ненависти. То есть, это и религиозная, и национальная рознь, и так далее, и тому подобное. Это интересный сервис, который был создан. Вы можете тут посмотреть различные случаи. Например, если взять Москву, вы можете посмотреть, какие были нападения. И есть очень много фильтров, которые позволяют вам сузить вот это количество и посмотреть, на самом деле, например, почему так было, как так было и так далее. То есть, на самом деле, вот в России, по крайней мере, до сих пор не хватает открытости данных полиции, да. Вот, конечно, мы можем говорить, это связано, например, с определенными, ну, скажем так, административными задачами, да. То есть, вот это немножко, ну, то, что одно ведомство, скажем так, оно не свободно, оно не может предоставлять информацию, да. Например, ну, много не хватает вот информации, именно связанной с полицией, с расследованиями и так далее. И поэтому в России потихонечку начинают делать и вытаскивать эту информацию, открытую информацию потихонечку, вот. Хотя, например, во всем мире, в штатах касательно, там, или, например, Великобритании, уже давно существуют сервисы, которые показывают, ну, просто вот раскрытость преступления, например, да, там, в реальном времени практически. Например, ситуация, связанная с США, согласно вот тому, как они, там, значит, полицейские, там, и черное население, да, то есть, вот, был создан сервис, на основе этого можно было посмотреть статистику, значит, сколько людей было убито полицейскими при задержаниях, там, и именно было, можно было посмотреть расу, да, и, там, возраст и так далее человека. То есть, ну, на самом деле, такая статистика, она важна. Сейчас еще вспомнил один пример интересного сервиса. Единственное, что я не привел вот в пример, например, пример, например, да, значит, сервис, который позволяет выстраивать вам путь от точки А до точки Б в городе, исходя из того, например, чтобы избежать зоны с повышенной преступностью в городе. Ну, допустим, если это Нью-Йорк, то все знают, что не стоит, например, в Гарлеме либо в Центральном парке ходить вечером, ну, так, свободно, скажем так, да, вот. И таким образом вы можете выстроить, например, свой путь от точки А до точки Б, исходя из того, где ниже преступность. И вот такие сервисы, они на самом деле очень важны, да. Может быть, с точки зрения, там, русского менталитета, это, с одной стороны, может показаться смешным, но, с другой стороны, действительно, это работает и это помогает. Следующий пример, о котором я хочу рассказать, это Новоситизн. Я уже заговариваюсь, простите, Новоситизн. И таких ресурсов стало уже достаточно много. То есть это карты городских идей по улучшению города. И в разных городах это уже существует. И, как вы видите, это сделано очень интересно. То есть есть подложка, есть данные, информация. И вы можете, например, войти и дополнить эту информацию, да, предложить какие-то вещи, либо прокомментировать, которые уже предложили. Таким образом, суть в том, что если вы поддерживаете, либо много людей поддерживают какую-то идею, да, она потом будет передана городским властям, которые потом они это реализуют. То есть это еще один способ получения фидбэка, в том числе посмотреть, например, активность городской жизни. Например, вот в Новосибирске, да, и вот просто вот вы потом можете зайти и посмотреть, как это было сделано. Единственное, что, конечно, с точки зрения количества заявок, количество решенных намного меньше. И как вы видите, что вот эти вот точки, которые нанесены на карту, да, чем больше их размер, это значит, что тем больше людей поддерживает это. И как вы видите, визуально это сразу понятно, сразу видно, то есть можно сразу посмотреть, например, где, что и как. Это очень удобно. Так, и еще один пример, это, естественно, многие, наверное, знают, это барьеров. Нет один из ресурсов подобных, да, который позволяет пользователю получить информацию о доступности города. То есть, условно говоря, человек с ограниченными возможностями на коляске или еще как-то. Куда он может попасть, например, да, в связи с тем, что, например, он может, там, передвигаться только на коляске или еще как-то. То есть вы видите, что тут, может быть, и культурные какие-то места, да, театр или еще что-то. Например, человек захотел пойти в театр. А в каком-то театре, например, нет пандуса. Вопрос, что делать? И так далее. То есть во многих театрах, например, тоже непонятно, как войти, потому что, ну, кроме, наверное, портера, в портере вряд ли, там будет лестница. Ну, то есть вы понимаете, да, то есть есть определенные сложности. Таким образом, можно посмотреть и спланировать свое посещение каких-то мест, и это очень здорово. Так, а Кирилл там пишет, если каждый свой шаг сверяет с положением, скоро они начнут тобой манипулировать. Есть такая, конечно, возможность, но вы об этом никогда не узнаете. Ну, я имею в виду, что вами манипулируют. Вопрос только в достоверности информации, да, вот, по сути, кстати, хорошая вот мысль, я хочу продолжить ее буквально кратко о том, что, вот, смотрите, сейчас существует очень много приложений, которые, по сути, решают одни и те же проблемы, да, городской среды, например, в Москве. Вопрос, почему, собственно, их так много, да, ну, это, наверное, как феодальный строй, да, что сначала были много государств, а потом они начинают объединяться. Сейчас вот такая вот ступень эволюции, когда приложения объединяются. Но, естественно, что если кто-то решит, что приложение, например, должно стать одно, представьте себе, что для решения городских проблем останется только одно приложение. Вопрос, ну, сколько будет доверия к нему, да? Поэтому сейчас существует, допустим, два крупных приложения, которые, с одной стороны, как бы, условно говоря, сделаны не правительством, а другого страны правительством. Таким образом люди могут выбирать, кому верить больше. То есть в любом случае людям нужна какая-то свобода выбора, что ли, вот. Поэтому манипулировать возможно, но об этом никто не узнает, как я еще раз говорю. Вот. Еще один пример. Это атлас правосудия. Вот здесь, кстати, тоже очень интересный момент. Вы можете посмотреть правоохранительную структуру России, как это работает с точки зрения вот судов в разных городах, какие дела, сколько раскрытий, какой процент, сколько иностранцев и так далее. Сколько посудимых. То есть это информация, которая также вытягивается постепенно-постепенно. Это достаточно известно и, по-моему, с 2019 года он существует. В общем, ресурс действительно очень важный. И еще один пример. Это также проект, который был победителем, по-моему, да, одного из наших катонов. Они также занимаются визуализацией данных на карте. МАПЕРМИ, это в Перми. И, как вы видите, сейчас он развился уже до того, что они показывают разного типа данные. Это бюджет, это образование, это медицина, инфраструктура, ЖКХ, это как-то данные, они там приводят информацию. И вот вы можете посмотреть, например, в бюджете, посмотреть, что на что тратится. Это действительно очень интересно. То есть такой формат представления бюджета интересен тем, что вы можете посмотреть, где локационно это находится и на какие объекты, например, тратится больше денег. И, как вы понимаете, что, опять же, идея, она такая правильная, но, по сути, все достаточно просто, да. Ребята просто взяли, поняли, что есть открытые данные, что есть запросы у людей в понимании того вообще, что происходит. Потому что открытые данные не в таком формате, что совершенно непонятно, как их анализировать и с помощью них как делать какие-то выводы. Таким образом появилась идея такого сервиса, да, и вот с помощью него они дают понимание вот жителям, городу, да, как это все работает. Таким образом вы упрощаете, как бы, жизнь людей и наводите их на определенные выводы. Что, собственно, говорит о повышении гражданской активности и гражданской сознательности. Вот, мне кажется, это тоже важно. И буквально осталось там пару слайдов. Да, если вам не хватило примеров, вы можете зайти в базу приложений на нашем сайте, которые мы постоянно обновляем, по сути. Не только потому, чтобы посмотреть, что существует, но и в том числе посмотреть, что существовало. Потому что, естественно, что все те приложения, которые там есть, они не все уже существуют на данный момент. Потому что мы собираем с 2012 года, за три года многое изменилось. Но это очень классная вещь, когда вы хотите, например, что-то сделать сами, пожалуйста, зайдите туда и посмотрите перед тем, как делать, потому что, возможно, до вас уже это кто-то делал. И если кто-то делал, либо это уже работает, либо это перестало работать. Но хороший вопрос, почему перестало. Поэтому, ну, как бы, моё предложение, чтобы перед тем, как вы что-то делаете, обязательно зайдите, посмотрите, найдите, и, возможно, можете связаться с теми людьми, кто это делал. По сути, для этого и база существует. Чтобы делать такие сервисы и приложения, нужно быть программистом. Вопрос, конечно, хороший, но вот с точки зрения просто... Конечно, нужно уметь какие-то вещи делать, но в простом таком виде, как прототип, это можно использовать сторонний сервис, который я рассказал, который, в принципе, не нужно знать о программировании, потому что они позволяют вам просто вот там... То есть загрузить данные, например, да, в виде таблицы, что-то сделать, это можно самостоятельно, и не обязательно знать программирование. Для прототипа, для минимального продукта это достаточно. Естественно, что потом вы должны, конечно, все это сделать, облагородить и так далее, да, конечно, тут уже навыки нужны. И вот, по сути, я хотел здесь еще рассказать тогда вот сразу о том, что Теплица проводит хакатоны, по сути, да, и как вы видите, что уже много достаточно проектов было реализовано с помощью хакатонов, то есть они вышли именно оттуда. Таким образом получается, что люди приходят туда, да, там, со своей идеей. Кто-то умеет программировать, кто-то нет. И вот если человек выигрывает, или команда выигрывает хакатон, то с помощью нашего гранта он может этот проект свой доделать до такого нормального, там, функционирования, когда, в принципе, вы можете уже дальше искать каких-то сторонних программистов или нет. Вот, с этим тоже, надеюсь, понятно. Так, все, я рассказал. Давайте, если есть какие-то вопросы, либо примеры, я могу с радостью на вопросы ответить. Надеюсь, было просто и понятно, да, то есть просто вот мне казалось, что очень важно сделать определенный вывод для людей, поэтому, если есть вопросы, задавайте. Сейчас я отвечу, секунду, я просто посчитаю количество. Так, спрашивают, гражданские карты – это инструмент для широкой аудитории пользователей непрофессиональных или профессионалы в области ГИС, географов, урбанистов и так далее. Могут использовать этот серьезный источник. Но только что я вот рассказывал, да, видимо, не совсем правильно донес информацию, если вы задаете такой же вопрос. То есть идея в следующем, что сейчас появляется достаточно много сервисов, которые дают возможность создавать проекты непрофессионалам. То есть вы можете просто быть стандартным пользователем компьютера, знать обычные вещи, разбираться в обычной жизни, да, но, естественно, вы должны что-то понимать вот с точки зрения технологий, как это работает. Но все те сервисы, которые сейчас существуют, они позволяют начать делать это самостоятельно, без программирования, не быть специалистами, то есть в этом. Естественно, что, двигаясь дальше, возможно, вам потребуется знание таких, ну, как специальные знания, но начать можно вот именно там самому. То есть вот условно я рассказывал пример о том, что я взял и сделал такую динамическую карту, которая показывает, как строились дома в Ульяновске, да, я не являюсь специалистом, я просто посмотрел, как работает карта ДБ. Я посмотрел данные, которые существуют, открытые данные, которые существуют в Ульяновске. Ну, потому что это было... У нас был хакатон в Ульяновске, я что-то решил поделать, что-то интересное. И я просто нашел эти данные, я просто их скачал и просто визуализировал, и получилась такая штука. То есть надо просто пробовать и делать. Как же все-таки создать карту для своего сайта с помощью сервисов? Легко. Вы можете зайти на наш сайт, либо в наш плейлист и посмотреть видеоуроки, которые часто... Их там несколько уже, которые говорят о том, как сделать карту. Я не знаю, чтобы вы имеете в виду сделать карту, то есть, например, с одной стороны, может быть, вы подразумеваете под карту, например, нанести на карту точки с информацией, да? Вот если вы об этом говорите, то это тоже можно сделать. Если вы хотите что-то еще сделать, то тоже можно сделать. То есть, например, в OpenStreetMap можно открыть, я не знаю, какую-нибудь там пустыню Сахару, и если там есть, не знаю, какая-то необрисованная часть, вы можете это обрисовать, и потом эту карту вставить себе на сайт. То есть, тут вопросов вообще никаких нет. Место России в области подобных гражданских сервисов или приложений? Кирилл спрашивает. Конечно, Россия до сих пор проигрывает количество. Мы являемся таким... В общем, не то, что мы являемся, да, мы развиваемся в эволюционном, в принципе, как и все страны. То есть, мы просто немножко запаздываем. Ну, совсем немножко. И сейчас такая стадия, что, в принципе, вот был такой определенный бум в 2019 году, да, где-то стали появляться гражданские приложения, и до сегодняшнего дня, вот до 2015 года дожили не все, да. И вот те, кто дожили, они вот начинают как-то развиваться более сильно, и сейчас все-таки опять начинают появляться новые сервисы. Поэтому новый такой вот скачок сейчас будет, и он уже является. То есть, это все как раз появилось только потому, что стали появляться доступные сервисы, да. Все как-то за три года технологии развились таким образом, что теперь даже не профессионалы могут что-то делать. Опять же, в России, например, открытость данных стала более лучше работать, да. Таким образом, мы можем, опять же, создавать сервисы самостоятельно. Вот, ну, как бы по сравнению с 2012 годом открытость данных точно стала лучше. Поэтому Россия немножко запаздывает, но тем не менее мы можем смотреть вокруг то, что происходит, и делать это самостоятельно. Поэтому, собственно, наша цель, одна из целей, да, показывать, что происходит в России и в мире, смотреть на это и на основе этого делать какие-то свои сервисы. Так. Ну, смотрите, то есть вот сейчас я перелистну просто много вопросов. Гость спрашивает по поводу того, могут ли профессионалы использовать эти карты как полноценный источник. Это, знаете, как такой холивар на вопрос, а можно ли использовать данные википедии, например, в научных источниках, да. Вот это то же самое. Вот представьте себе, что OpenStreetMap, по словам говоря, это википедия. Вот. Ну, это реально так. То есть если вы считаете, что в википедии вся информация недостоверна, совершенно вы не правы. Но я, опять же, не могу утверждать, что вся информация в википедии правдива. Поэтому есть что-то среднее, такое золотое, да, золотая середина, которая вот, в принципе, вы допускаете что-то, и вот тогда вы можете это использовать. Плантекс. Вот Кирилл пишет. Плантекс, да, если кому-то интересно, можете посмотреть приложение. Есть ли приложение, вовлекающие пользователи со всего мира? Если я правильно понял вопрос, вы имеете в виду, что есть ли какие-то геолокационные приложения, которые действуют во всем мире? Конечно, есть. Мало того, что есть стандарты даже. То есть, как я говорил, что сейчас такое время, когда мы немножко отходим от феодального строя, когда каждый норовит сделать приложение в своем городе, да, даже в России. И мы плавно переходим к тому, что мы расширяем, например, зону действия приложения. Допустим, с точки зрения гражданских приложений и решения гражданских проблем, это связано вот с тем, что, например, если сердит гражданин, либо там красивый мир, то есть это приложение красивого Петербурга, то есть в чем сложность расширения, например, на всю Россию? Не в том, что приложение не работает, а в том, что ответственные органы, которые должны решать эти проблемы, собранные, да, вот, собранную информацию и решать эти проблемы, они не всегда во всех регионах правильно работают. То есть только в этом затык. Но постепенно-постепенно сужается количество, да, и все больше приложений будут действовать масштабно, даже на весь мир. И есть, например, такой стандарт Open 311, который позволяет вам, по сути, на базе этого стандарта делать приложение для всего мира, да, и он будет работать и в России, и где угодно вообще. То есть это именно стандарт, и это очень здорово. Лера спрашивает, как удачно выйти из положения, когда точки на карте накладываются друг на друга? Например, на карте космические открытия точки в основном размещены и насыщаются. Ну, это на самом деле, Лера, вы говорите о виде визуализации. Это просто есть такие разные способы, например, когда точка становится больше, и рядом с ней или в ней стоит число. Это значит, что число точек в одной точке. Ну, такой более конкретный вопрос, да, но мне кажется, это именно типа отображения. Вы просто можете выбрать. Есть различные варианты, в том числе вот в карте ДБ, например. То есть я думаю, что таким образом можно решить. В чем коммерческая идея подобных приложений? Они в чем? Это гражданские приложения, которые... Да, кстати, тепловые карты, да. Это гражданские приложения, которые основной целью являются не заработать деньги, да, а решать гражданские проблемы. Вы можете подумать, что это какой-то альтруизм, но совсем нет. С одной стороны, это работает следующим, что это и есть гранты, на которые, собственно, и работают такие организации. То есть это такой вот чистый формат. Есть еще такой более бизнесовый формат, называется социальное предпринимательство. Вот, наверное, сейчас постепенно это начинает работать, и люди начинают узнавать об этом, да, и в Москве сейчас достаточно много социальных предпринимателей. То есть это бизнес, настроенный на решение общественно важных задач, который, по сути, зарабатывает на свое поддержание, да. То есть вы не за счет гранты живете, а за счет своей прибыли, но вы ее инвестируете в свой проект. Таким образом, вот приложения, которые сейчас появляются постепенно, они могут переходить в социальное предпринимательство, и они будут самообеспечение... На самообеспечение, таким образом, целью заработать, в принципе... Ну, как бы вы можете на этом зарабатывать, но это немного другая история, потому что существует очень много коммерческих проектов, и вот сегодня присутствовал Арно, да, вот компания Рилос, например, они делают именно такие бизнесовые решения, которые, собственно, затачены именно под бизнес. Естественно, что они это продают, и это нормально совершенно. Но вот мы сейчас, в принципе, больше говорим о таких вот некоммерческих проектах, да, и больше говорим о социальном предпринимательстве. То есть, условно говоря, что если вы найдете проблему, которая важна для всех, решение для... там, которое важно для всех, да, то если вы решите эту проблему, так или иначе, рано или поздно, то люди начнут, как бы, говорить вам, возьмите мои деньги, только, пожалуйста, решите эту проблему. Ну, скажем так, вот, психология такая. Еще спрашивают. Была на конференции, где про карту нападения, которую поминалось в презентации, рассказывали его авторы. Есть ли подобные мероприятия для других картографических проектов? Я думаю, что есть, и вот как бы я действовал. Самый простой пример. Я бы, ну, там, не знаю, если вам интересна какая-то конкретика какая-то с точки зрения какого-то проекта, я бы просто написал авторам проекта и узнал, там, где они выступают. С другой стороны, если вы спрашиваете, есть ли какая-то общая информация о таких вот ресурсах, то, наверное, нет. Но мы проводим митапы, и, собственно, часто у нас на митапах как раз выступают авторы вот таких проектов. То есть митапы – такие небольшие встречи, когда спикеры рассказывают так же, ну, как вебинар, только он офлайн, точнее, да, вот тут встречаются там в аудитории, условно, да, и вы там слушаете его, он рассказывается о своем проекте. То есть вот наши митапы тогда, мне кажется, для вас это решение. То есть, ну, надо следить просто за информацией на нашем сайте. Так, вопросы, если еще есть, если нет. В общем, я в любом случае хочу сказать вам спасибо, что в эту пятницу вы присоединились и послушали нас в лице меня. Да, и наш сайт test.ru, и нас легко найти везде в социальных сетях, мы slash теплиц.st, то есть если это Facebook, то Facebook slash теплиц.st и так далее. Запись будет, я думаю, что в ближайшее время. Если нужна презентация, то ее, по-моему, можно скачать в документах. Я, честно говоря, не уверен, но, по-моему, можно. Вот. И если что, в любом случае презентация будет выложена на нашем сайте вместе с видеозаписью. Ну, в принципе, если вот кому-то прямо сейчас нужно, я могу это сделать. Я буквально могу выложить презентацию. Сейчас ссылку прислать. Тогда сейчас я отключусь, в смысле звук, а сейчас ссылку пришлю вам. Да-да-да, вот, поле документа, тогда действительно вы можете все скачать. Просто если я возвращаюсь к списку файлов, у меня трансляция прекращается. В общем, я имею в виду, что вам ничего не будет видно. Ну, все, тогда я думаю, что, да, можно закончить наш вебинар. Тогда можно запись остановить. Вот. Еще раз спасибо всем.